Спасибо, Елена. Можем ли мы начинать? Да, конечно. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я рада вас приветствовать и выступающих, и дискуссантов наших, которые любезно согласились выступить и выразить свои какие-то мнения и комментарии в реакции на доклады. Спасибо, Кен Андреевич. Спасибо, Александр Александрович. Коллеги, я думаю, вы, как и я, видите, собственно, программу конференции. Единственное, что мне остается сказать, чтобы не отнимать время, видимо, нужно сказать что-то о регламенте. Насколько я понимаю, исходная речь шла о том, что доклад продлится 10 минут. Мне кажется, мы можем позволить себе вполне 12 минут, ну, если, конечно, в это время строго уложиться. При этом у нас останется некоторое время. Во-первых, я думаю, что это может быть 2 минуты для очень коротких вопросов на понимание текста, то есть не содержательных обсуждений, ни в коем образе, так сказать, не проблематизации, а именно вопросов на понимание. После этого мы предоставляем слово нашим дискуссантам. Ну, 5 минут у них есть для того, чтобы как-то прореагировать на, так сказать, услышанное, прочитанное. И я предлагаю вот оставшееся время, ну, там, буквально по 3 минуты от каждого доклада, а в конце использую для общего обсуждения, где уж каждый сможет высказаться, так сказать, по содержанию выступлений всех прозвучавших в рамках нашей секции. Если никто не возражает, то давайте придерживаться этого регламента. Ну, тематика нашей секции вам известна. Это стокулярные аспекты реакции на кризисные ситуации, соответственно, и тематика докладов такова. И я предоставляю слово Никиту Максимовичу Смирнову. Вот, собственно, он, наверное, сам еще раз повторит, какова тематика его выступления, посвященная обесланской трагедии и анализу комментариев в социальной сети YouTube. Прошу вас. Прошу вас. Да, спасибо большое, Инна Феликсовна. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Никита. Я студент образовательной программы политологии Московской вышки и работаю в лаборатории политико-психологических исследований тоже в московском кампусе высшей школы экономики. Вот в рамках работы в лаборатории мы занимаемся политическими коммуникациями. И, как мне показалось, сегодня отличное время, отличный момент, чтобы поделиться результатами исследования, которое посвящено попытке осмыслить бресланскую трагедию как коллективную травму и понять, как она сегодня осмысляется, как сегодня о ней думают люди, которые существуют в пространстве новых медиа. Почему эта тема вообще стала мне интересной? Почему появился повод для исследования? Дело в том, что, собственно, чуть-чуть больше года назад в 15-ю годовщину трагедии в Беслане в сентябре 2019 года в YouTube вышло сразу несколько документальных фильмов, которые посвящены, собственно, обстоятельствам этой трагедии. Причем фильмы эти вышли от самых разных авторов. Как глубоко политизированных, например, Ксении Тольевны Собчак, так и, казалось бы, не политических, например, Юрий Дудь. Как условно-оппозиционных, это «Новая газета», это «Дождь», это телеканал «Настоящее время», так и, скорее, условно-провластных, это «Раша Тудей», ну или политически нейтральных, как телеканал «Аристон ТВ». И в каком-то смысле эти фильмы реактивировали дискурсы Беслане. Мы снова говорим о чем-то, о чем мы говорим довольно мало, нам об этом активно рассказывают, мы это очень активно слушаем. Совокупная аудитория фильмов по меркам вообще того, что сейчас существует в пространстве YouTube, она серьезная тема подавляющая, она ошеломительно огромная. И поэтому, как мне показалось, очень важно проследить, как именно этот дискурс реактивируется и в чем вообще специфика репрезентации Беслана в YouTube. Почему, как мне кажется, это важно? Безусловно, существует огромный контекст исследований, которые посвящены репрезентации терроризма. Да, это и какие-то семиотические исследования, которые фокусируются на конструировании дискурса вообще. Это, наоборот, предельно прикладные исследования в коммуникациях, которые на частных примерах исследуют фрейминг и фреймирование террористов, то есть то, как они себя сами представляют и то, как их представляем мы. Ну, есть исследования, которые говорят об эффективности этих фреймов, о том, как они воспринимаются аудитории и от чего это зависит. Тем не менее, если мы посмотрим на подавляющее большинство вот в этом корпусе исследований, они все посвящены репрезентации событий здесь и сейчас. То есть, например, если мы исследуем репрезентацию 11 сентября, то это всегда будут газеты, которые выходили 11 или 12 сентября. Однако, существует и другой пласт каких-то документов, в которых терроризм репрезентируется. И это его ретроспективная репрезентация, ретроспективное представление. То есть попытка осмыслить события, которые в каком-то смысле уже стали историей. Их почему-то коммуникативисты в своих работах не затрагивали, их затрагивают крайне мало. А ведь именно такая репрезентация играет ключевую роль в формировании коллективной памяти. Поэтому мне захотелось посмотреть на вот такой, как мне кажется, интересный предмет, как ретроспективная репрезентация Бесла. Работа в целом строится на двух очень похожих моделях, по сути синонимичных, предложенных Никласом Луманом и Стюартом Холлом в рамках их, собственно, коммуникативистских исследований. И это идея того, что коммуникация состоит принципиально из двух этапов. Идея, казалось бы, не новая, тем не менее, очень важная. Луман описывает коммуникацию как два этапа селекции. Первый этап селекции — это когда авторы отбирают, что именно они хотят рассказать о некотором предмете. То есть у нас есть условный «the» Беслан, абстрактный «Беслан», «Беслан» во всей своей полноте. Далее авторы документальных фильмов выбирают некоторые конкретные части того, что произошло, выбирают какое-то языкописание, выбирают какие-то средства выразительности, то есть уже осуществляют селекцию информации. Стюарт Холл называет этот этап «encoding», то есть «закодирование». И второй этап — это селекция реципиентов, то есть это адресаты сообщения, которые тоже выбирают, что именно они из этого сообщения готовы воспринять. И Холл называет эти «decoding». Ну, соответственно, в качестве данных для первого этапа я выбрал три документальных фильма. Это фильмы Юрия Дудя, Ксении Собчак и «Новые газеты». Это самые просматриваемые фильмы из всего этого корпуса. И провел сравнительный нарративный анализ, результаты которого чуть позже. И второй этап исследования был посвящен анализу декодинга, то есть анализу селекции реципиентов. И здесь данными был корпус комментариев YouTube к этим трем фильмам, ну, практически 150 тысяч наблюдений. Они были проанализированы различными методами обработки естественного языка. Начнем с нарративного или сюжетного анализа. Как какой-то строгий подход. Он до сих пор не сложился, несмотря на то, что в социологии довольно богатая традиция нарративного анализа. В целом исследователь все еще имеет достаточно большое поле для возможных интерпретаций и выбор сравнительных линий. Ну, я в работе самой анализирую 7 разных веток сравнения, но наиболее содержательными, мне кажется, следующие три. Первый из них — это атрибуция вины. Классически в нарративных исследованиях есть идея того, что всегда есть кто-то, на кого направлено моральное обвинение, на кого направлено некоторое... Кому мы атрибутируем вину. И классически в любом разговоре о террористах этот вопрос не ставится. Все довольно очевидно, да, виноваты во всем террористы. Проблема же, которую я увидел, и, ну, как бы, некоторый инсайт, который показал нарративный анализ, в том, что во всех трех нарративах и у Дудя, и у Собчаки, и у «Новой газеты» вина реатрибутируется государству. Однако поступки этого государства, за которые мы его обвиняем, они отличаются в трех нарративах. Да, Юрия Дудя — это государство, которое не выполняет свои обязательства по отношению к жертвам теракта, государству, которое не помогает выжившим их семьям. В случае с Ксенией Собчак — это государство, которое допускает конкретные управленческие ошибки, которое не контролирует ситуацию на границе, которое не смогло предотвратить теракт, и которое допустило несколько фатальных ошибок во время штурма школы, из-за которых погибло намного больше людей, чем могло бы. И, наконец, в случае с «Новой газетой» мы также атрибутируем вину государству, но оно становится виновато в том, что пытается табуировать тему Беслана, мешает журналистам, расследователям и общественным организациям, которые пытаются сказать правду, и всячески пытается не дать нам проговорить. Во многом с атрибуцией вины связаны основные герои нарратива, то есть тем, во-первых, чьими устами этот нарратив рассказывается, и, во-вторых, про кого он рассказывается. Для Юрия Дудяя это выжившие, это совсем небольшие, очень пронизительные истории конкретных людей, которые переживают последствия трагедии 15-летней давности. В случае с «Синитольной Собчак» основные герои нарратива — это политики и активисты, которые пытаются добиться справедливости, восстановить некоторое равновесие. И в случае с «Новой газетой» это журналисты-расследователи, которые, несмотря на все препоны, пытаются рассказать правду о том, что происходило. И, наконец, третья ветка сравнения, она тоже тесно связана с первыми двумя, это некоторый призыв к действию, некоторая мораль, которую мы выносим по результатам фильма, некоторые перформативы. В случае с Юрием Дудем здесь все более или менее понятно, у него и имплицитный, и эксплицитный посыл примерно в том, что нам нужно взять на себя роль государства и выполнить обязательства по поддержке жертв, по помощи им, что мы как гражданское общество можем это сделать. Ксения Анатольевна Собчак в ее нарративе очень эксплицитен посыл о том, что нам нужно наказать виновных, что нам нужно восстановить справедливость, что люди заслуживают отмщения в каком-то смысле, даже если совсем радикализировать нарратив. И, наконец, случай с «Новой газетой». Это отчасти тоже история про то, что нужны конкретные меры по восстановлению справедливости, нужно увольнение конкретных чиновников, нужны судебные процессы. Но в большей степени это про то, что мы должны как социум думать о бесслане, читать о бесслане, писать о бесслане очень и очень активно. После этого, после качественного анализа, были сформулированы несколько гипотез, потому что, напоминаю, сверхзадачей было проанализировать не только, какие фреймы существуют у авторов, но и как они воспринимаются рецепиентами, как они воспринимаются зрителями. Здесь с данными было намного сложнее, потому что это, наверное, одна из самых слабых таких точек в работе, потому что селекцию рецепиентов я решил отслеживать по комментариям к фильмам в социальной сети YouTube. Но довольно очевидно, что происходит, ну, некоторое сужение выборки, причем очень серьезное, потому что не всякий, кто посмотрел фильм, пишет комментарий, более того, не всякий, кто пишет комментарий, посмотрел фильм, но на безрыбье, как говорится, и комментарии, и данные. Поэтому я собрал почти 150 тысяч комментариев к трем фильмам совокупным, да, и использовал несколько методов обработки естественного языка, ну, как самые классические, анализ частотности, анализ тональности. Но самым содержательным стало построение модели случайного леса для четырех целевых переменных. Две из них очень классические для коммуникативистских исследований, это вежливость и гражданский дискурс, а две были разработаны специфично под это исследование. Это попытка отследить атрибуцию вины и попытка выделить, вычленить призыв к действию. В комментариях все модели перешагнули порог по Экерусе в 75%, который я сам себе ставил, вот, а некоторые оказались даже слегка переобученными. Что же мы видим? На графике представлено распределение комментариев в зависимости от автора, да, и значение целевой переменной атрибуции вины. Сразу говорю, что, во-первых, на графике не представлены комментарии, у которых целевая переменная принимает значение ноль, то есть если в комментарии нет вообще атрибуции вины, то он на этом графике не появляется. И второе, я призываю вас не смотреть на абсолютные значения доли комментариев из-за специфики модели, а скорее посмотреть на скосы в распределении, да. Вот мы видим, что во всех трех фильмах в подавляющем большинстве комментариев, где вообще есть атрибуция вины, вина атрибутируется государству. То есть вот эта идея, вот этот фрейм, он был воспринят очень, как бы, это был очень эффективный фрейм, да, он был воспринят очень большой долей комментаторов. Но еще более интересно, наверное, если мы все-таки предполагаем, что Беслан — это коллективная травма, посмотреть на вот сведений, столбец. Он вообще появился неожиданно уже, когда я размечал комментарии вручную. В многих из них я заметил обвинения авторов нарративов в том, что они, в известном смысле, посягают на святое, да, что они затрагивают тему, затрагивать которую нельзя, тему, которая табуирована. Наверное, это тоже симптоматично, и, наверное, это тоже говорит нам о том, что Беслан — это все-таки незаживленная и, возможно, незаживляемая в короткой перспективе коллективная травма. Чем хороша модель случайного леса? Мы можем посмотреть на ключевые предикторы, да, мы можем понять, как, собственно, модель принимает решение классификации, в отличие, например, от нейронных сетей, да. Ну, мы видим, что модель довольно адекватно атрибутирует вину. Она обращает внимание на славу Путин, власть, государство, террорист, дует народоправительство. Ну, собственно, все слова, которые есть, все самые значимые предикторы, они действительно имеют отношение, осмысленное, да, к атрибуции вины. Посмотрим на распределение второй целевой переменной. Это целевая переменная — призыв к действию. Она могла принимать только два значения, ну, помимо того, что его вообще нет. Да, это призывы к помощи жертвам теракта и призывы к восстановлению справедливости, к некоторому такому, значит, мести. Я вот так назвал это условно, ревенж, да. Но понятно, что кодировалось это как призыв к восстановлению справедливости, призыв к наказанию виновных. И здесь мы видим несколько недораспределений, которые, возможно, мы ожидали, да. В моей голове, конечно, Юрий Дуд, действительно, комментарии к его видео должны были распределиться в сторону помощи. А вот Ксения Собчак с ее весьма и весьма радикальным нарративом тоже, как ни странно, комментаторы не восприняли ее призыв к действию так сильно. А вот наоборот, новая газета с весьма и весьма тоже радикальным нарративом, ее комментаторы все-таки чаще призывают к отмщению, да, к восстановлению справедливости. Вновь предлагаю не смотреть на абсолютные значения, а скорее обратить внимание на скосы в распределении, да. Так это будет гораздо более важно. Ну и тоже посмотрим на ключевые предикторы модели, которая оценивала эту целевую переменную. Все они тоже более или менее адекватные. Здесь у нас есть группа карта Муртазовой, это фамилия одной из пострадавших, которая рассказывает Юрий Дудь, да, там указывает счет и так далее. И наоборот, у нас есть слова-маркеры того, что мы призываем к, значит, восстановлению справедливости. Это слова отвечать, наказание, повесить, Путин и так далее. Перейду, наверное, уже к выводам, да. Во-первых, если говорить совсем сухо, то мы видим некоторые общие паттерны ретроспективной репрезентации теракта. Это ретрибуция вины, совершенно неожиданный для меня, если честно, феномен, который в коммунитивистике почти не осмысляется. Это общие точки фокуса. То есть, когда я проводил сценарный анализ, разбор конкретных сцен, видно, что все фокусируются примерно на одних и тех же частях событийных бесланской трагедии. И акцентуация на личных историях, какие-то пронзительные, очень маленькие случаи используются как средство художественной выразительности. Если говорить про селекцию комментаторов, то в целом фреймы, конечно, были восприняты очень и очень активно. Особенно такие самые главные фреймы. Трибуция вины, да, и призыв к действию. Тем не менее, где-то мы видим, что, например, неожиданным образом очень агрессивный нарратив Ксении Собчак скорее вызвал в людях сострадание, чем желание мстить. Ну и, наконец, если думать на чуть более высоком, чуть более абстрактном уровне, да, то являются ли фильмы тем, что по Фрейду заживит травму, да, с тем, что пола капра позволит нам ее проиграть? Нет, не являются. Это не панацея, но это отличное начало, отличная отправная точка для того, чтобы мы снова заговорили о Беслане и попытались сформировать какую-то общую коллективную идентичность. Почему это нужно, если в двух словах? Да, Беслан стал для России точкой диссоциации социитальной, этнической, об этом пишет Эмиль Паин, конфессиональной, об этом пишет Андрей Кураев. И, конечно, Беслан — это еще и огромная точка политической диссоциации в России сегодня. Более того, как пишет один из фундаментальных таких теоретиков травмы от мира социологов Джеффри Александр, да, в работе с культурной травмой и коллективной идентичностью, травма — это не что-то, что существует само по себе, это не что-то объективно обусловленное, это, разумеется, продукт социального конструирования. И в этой связи, возможно, создание вот каких-то таких продуктов культурной рефлексии, как эти документальные фильмы, позволяет нам начать эту травму залечивать, начать конструировать новую коллективную идентичность. Ну и самое для меня лично важное, когда человек, который все-таки довольно молод, и Беслан не помнит лично, а помнит его только по школьным линейкам, это то, что фильмы разрушают то, что Руслан Хистанов называет бесланским табу. Да, Беслан как абсолютно или запретная тема, или тема дискурса, который монополизирован, вычищен и не вызывает у тебя никаких живых эмоций. Хочется верить, что действительно вот эти вот предложенные тремя очень разными авторами, а на самом деле не тремя, а гораздо большим числом очень разных авторов фильмы, позволят нам начать долгую дорогу к новой коллективной памяти и к тому, чтобы события уже, получается, с 16-летней давности были нами как-то пережиты и отрефлексированы. Спасибо. На этом у меня все. Спасибо большое. Спасибо. Чему немножко вышло, я предлагаю тогда обойтись без коротких вопросов, оставим для обсуждения, и представить слово. Я понимаю, что имя Кирилл Андреевич. Первый вопрос. Я с удовольствием скажу несколько слов. Мне кажется, это очень важное и интересное исследование. Безусловно, особенно у меня оно близко в контексте изучения вины и каким образом это можно выявить по изучению, скажем так, нереактивных данных, потому что вы анализировали данные, которые не предполагались тем, кто писал, что их будут каким-то образом анализировать. И давайте я на две части поделю свою короткую реплику. Первая, она касается, мне кажется, некоторой далеко идущей интерпретации тех данных, которые вы произвели. Мне кажется, что вот это размышления в контексте травмы, табу и прочие сюжеты, они, конечно, интересны, важны, но они как бы нужны в какой-то дополнительной верификации, потому что если мы говорим, что да, вот это есть травма, и она каким-то образом там возникает или возникла, то нам как минимум нужно эти данные, иметь какие-то данные, которые позволили бы это сделать, ну, скажем так, в динамике хотя бы, потому что, то есть вы много говорили о том, что там трагедия превращается во что-то, на самом деле вы же не показали, как бы, что она превращается, и чтобы был какой-то процесс, вы зафиксировали какой-то одномоментный срез, вот как это сейчас происходит, и как получилось так, что возник вот именно такой образ, а не другой, он требует некоторого дополнительного обсуждения, как мне кажется. То есть, может быть, некоторые выводы, которые вы сделали, ну, стоит сделать их чуть-чуть более осторожными, да, вот, хотя в целом, конечно, эти рассуждения, они очень важны, интересны, конечно, то, что анализ самих вот этих фильмов, что он апеллирует, конечно, уже скорее к образам, которые сложились вокруг этой трагедии, да, это, конечно, ну, важная история, вот. И если переходить ко второй части, она больше такая методологическая, да, то понятно, что рамки выступления не позволили вам много этот вопрос обсудить, да. На самом деле, когда мы изучали, ну, во-первых, первая часть, мне кажется очень любопытным, что когда мы изучали реакцию в социальных сетях на другие террористические, как, в частности, у нас есть с коллегой публикации по аэропорту Домодедово, да, мы обнаружили очень похожие паттерны на те, которые вы обнаружили, да, то есть вот то, что там в блогах, когда мы их изучали, действительно практически отсутствует фигура террориста, как актора, который обвиняется, это вот на удивление, вот практически идентично совпадает с тем, что мы обнаружили. И, в принципе, тут, на самом деле, два вывода. Первый вывод, то, что действительно рецепция этой трагедии не связана с обсуждением фигуры террористов, да, с одной стороны. А с другой стороны, это, безусловно, эффект метода, конечно. То есть то, что мы видим по анализу именно текстов того, что пишется, да, очевидно, ну, вы тоже это проговорили, не пишутся какие-то самые очевидные вещи. Потому что когда мы дальше потом попытались сравнить результаты вот этого контент-анализа, назовем его так, да, с тем, что реально думают те, кто пишет эти, ну, в нашем случае это были некоторые студенческие тексты, когда об этом явно спрашивали, конечно же, вина вот этих акторов террористов, она была первостепенной, да. То есть просто об этом, ну, по каким-то причинам, да, не хотели писать сами исследователи, а сами авторы. И, то есть это та часть, которая, ну, сходится, которая, кажется, мне очень близка. И это интересно, то, что совсем на другом кейсе, с другими, в общем, методами вы получили очень похожие результаты, да. И в этом плане, если вы еще не смотрели мои и моего коллеги Александра Толуновича публикации, посмотрите, потому что, возможно, это, ну, стоит ни в конце отнести, тем более мы изучали очень похожие вещи, да. У нас, правда, это было не ретроспектива, это было буквально там по результатам и сразу как-то в последствии самого теракта, который происходил. Вот. А второй момент, конечно, он меня всегда очень смущает, когда мы говорим об автоматическом извлечении некоторых смыслов, в данном случае, ну, можем говорить только о вине. Это вопрос о том, насколько, если я правильно понял ваш метод, то есть вы произвели вот это кодирование, да, но обучение было на той, на подвыборке, которую вы сами разметили, правильно? Вот. И здесь, конечно, вопрос не столько к автоматическому извлечению, а к тому, как вы это сделали с нами. Потому что, когда мы проводили эксперимент, и мы вроде бы зафиксировали методику, и два независимых кодировщика попытались закодировать вот эту вину разных акторов, да, у нас совпадение порядка 70% было. И оно было самым низким из всех кодирований, которые мы делали совместно. Иными словами, при достаточно формализованной методике, да, некоторая неопределенность в восприятии этого текста присутствует. Она не некоторая, она весьма значительная, да. И поэтому, когда вы сами кодировали, да, вы, безусловно, внесли что-то в сам текст, да, и дальше каким-то образом это было, на этой выборке произошло обучение, и каким-то образом произвели, проинтерпетировались данные. Иными словами, в вашем итоговом кодировании гораздо больше вас самих возможно, да, чем того, что в этом тексте исходно есть, да. Потому что вы, как исследователи, вы просмотрели фильмы, да, у вас сформировалось какое-то мнение, и когда вы кодировали эту тестовую выборку, вы привнесли что-то свое туда, да. И, казалось бы, вот такой вот объективный метод, который, казалось бы, взял бы данные, как они есть на самом деле, в них на самом деле далеко не только то, что там есть на самом деле. В них есть вот много чего, что оказалось там зашито. И здесь, наверное, я завершу тем, что мы приглашаем вас, может быть, подготовить какую-то методологическую публикацию, на этот еще, да, на журнал по методам, потому что нам, конечно, вот эти обсуждения интересны, потому что перспектива вот такого автоматизированного анализа текста, дискурса, безусловно, интересна, но хотелось бы, чтобы вот это было, все вот эти шаги и процедуры были бы эксплицированы, да, и чтобы, ну, вот я или кто-то из коллег смог бы это воспроизвести на других выборках, на других кейсах. Поэтому давайте на этом я закончу. Спасибо вам за интересное выступление и вам удачи в дальнейшей работе над этим. Спасибо большое. Спасибо, Кирилл Андреевич, за очень сюжетный комментарий. Я тоже присоединяюсь. Мне было интересно критически оценить методологию этого подхода. Спасибо, Никита Максимович, за интересный доклад. И я так понимаю, что мы сейчас можем перейти к следующему докладу. И, насколько я понимаю, надеюсь, верно понимаю, все авторы присутствуют на нашей сессии. И Ирина, Ирина Павловна, и Мартина Павловна. Соответственно, очень приятно. А вы вместе это решает клиент. Да, здравствуйте. Тогда вы сами решите, как вам поделиться. Но кто-то первый должен начинать, или как вы там решили. Прошу вас. Значит, я очень прошу держаться регламентом. Я понимаю, что мои сообщения не читаются в момент доклада. Ну, в общем, пожалуйста, постарайтесь ложиться в эти диагнозы примерно более-менее. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Ваш максимальный составляет доклад в честь традиционных катастрофных и многое строительства нарративых жителей Новозыбковой Плавска. Начнет Надежда, продолжит Маргарита. Ну, а я завершу. Пожалуйста, Надежда. Здравствуйте, коллеги. Хотелось бы отметить, что даже спустя 35 лет после аварии катастрофа продолжает оказывать негативное влияние как на физическое, так и на психоэмоциональное здоровье населения. И на территории России наиболее выражены негативные последствия на территории Брянской и Тульской областей. Города Новозыбков и Плавска вообще находятся в эпицентре этого радиационного пятна и имеют максимальное излечение радиационного загрязнения. Также уникальность этих городов заключается в том, что они на протяжении последних 10 лет теряют свои особые статусы, как исторического города в 2010 году, а также как и города с правом на зону отселения в 2015 году. Они для них очень важны, так как они обеспечивали культурно-историческое и социально-экономическое развитие этих городов. Если говорить о последних исследованиях, то с одной стороны, например, согласно данным на 1 января 2020 года в Тульско-Брянских областях сохраняется наибольшее количество населенных пунктов, в которых плотность загрязнения просто зашкаливает. Также, если говорить о здоровье населения, то, например, Брянская область в 2019 году была на втором месте по количеству раковых заболеваний. В то же время мы имеем другие данные, что, например, в Тульской области вообще нет ни одного населенного пункта, где бы средняя зона облучения превысила бы допустимые значения. И имея такие противоречивые данные, неясно, как проявляет себя коллективная память об аварии и вообще, как проявляет себя травмирующий опыт. Поэтому нам показалось интересным исследовать эту тему. Мы опирались на две концепции. Первая — это концепция коллективной памяти Асманов, а вторая — об онтологической безопасности Гидденса. Важно отметить, что Асман говорит о двух функциях памяти — коммуникативной, то есть памяти поколений, и культурной, которая фиксируется на определенных знаковых моментах, и именно культурная память нуждается в определенных коммеморативных практиках. Ей нужны определенные места памяти или какие-нибудь даты, особые ритуалы, чтобы передавать память о событии, и люди чувствовали к нему причастность. Но кроме воспроизводства памяти существуют и способы ее блокировки. Алия Даасман посвящает этому большой труд, и одной из практик вот такой блокировки является замалчивание. То есть общество просто не придает травму огласке и таким образом дистанцируется от некомфортных, неприятных последствий. И ЧАЭС, безусловно, таким последствием является, и вообще катастрофа вынудила людей искать новые образцы социального поведения, чтобы они могли приспособиться к изменившимся условиям. И эти условия можно даже назвать такими крестическими ситуациями, о которых пишет Гидденс, потому что они вторглись в предсказуемую, рутинную, повседневную жизнь людей, и они потеряли вот это чувство антологической безопасности. И одним из механизмов приспособления к этому для них выступало как бы вынесение за скобки этого риска, который очень перекликается с вот этой стратегией замалчивания астмы. И мы предполагаем, что память о радиационной катастрофе по добрым образом как бы вытесняется из сознания, и от чувства безопасности люди переходят к антологической неуверенности. Включите, пожалуйста, микрофон. Прошу прощения. В рамках данного исследования мы проводили глубинное интервью, которое проводилось в связи с эпидемиологической ситуацией в режиме онлайн с использованием приложений для аудио-видеозвонков. Отбор респондентов осуществлялся в два этапа. На первом этапе был проведен критериальный отбор городов. Критерий отбора вы можете видеть на слайде. А на втором этапе мы непосредственно отбирали респондентов с помощью метода снежного кома в сочетании с отбором по месту потенциальной концентрации респондентов в виртуальном пространстве. Соответственно, всего в исследовании приняло участие от 39 человек в возрасте от 16 до 75 лет. И в соответствии с нашей методологией данное исследование было организовано в перспективе причиненного ущерба. Кодирование осуществлялось по осям памяти о радиационной катастрофе и управлении риском радиационного загрязнения. Для повышения качества кодирование осуществлялось коллективно и с использованием программы для качественного анализа DDoS. Ну а теперь непосредственно о результатах нашего исследования. в контексте Яна Асмана авария на Чернобыльской АЭС и современная ситуация на территориях которые были подвержены загрязнению может быть объединена двумя контекстами коллективной памяти культурной и коммуникативной. В нашем исследовании мы обнаружили угасание и коммуникативной и культурной памяти. Культурная память которая фиксирует прошлое в символах памятниках обрядах происходит постепенное приглушение память теряет значение и постепенно угасает. Например со временем исчезли указатели радиационного загрязнения в газетах и на информационных городских таблоидах перестали транслировать информацию об уровне радиационного загрязнения. Также практики персонального измерения радиационного фона или лабораторного исследования продуктов питания перестали быть популярными. Исчезает и коммуникативная память носителем которой являются непосредственно ликвидаторы Чернобыльской АЭС аварии на Чернобыльской АЭС прежде всего эти люди уходят из жизни и так прекращается трансляция их памяти. Более того их коммуникативные практики транслирования памяти ограничены ввиду того, что даже памятные даты на мероприятиях посвященных памятным датам они собираются узким кругом без посторонних людей и в результате их память не выходит за пределы узкого круга лиц. Однако коммуникативная память, что касается самой памяти, то она в ней сосредоточена не только свидетельство самих очевидцев этих событий, но и обрастает постепенно мифами. Примечателен в этом кейсе миф о расстреле радиационного облака в Плавске, которое активно рассказывается многими респондентами, но никто не мог подтвердить этот миф какими-то достоверными источниками информации. При этом передача коммуникативной памяти также затрудняется по двум причинам. Во-первых, происходит обсуждение событий прошлого, происходит в узких сообществах, это в кругу коллег, друзей или среди соседей, и это происходит нечасто. Также есть еще проблема миграции населения, то есть в эти города приезжают люди из других стран, регионов России, которые не осведомлены о радиационной обстановке в этих городах. Например, яркий пример, это покупка москвичами дач в Плавске, так как это близко к Москве, это привлекательно, но ошибочно полагают, что Плавск не являлся каким-то, был вдалеке от эпицентра чернобыльской катастрофы. в коллективной памяти людей также можно обнаружить следы травмы, несмотря на то, что культурно-коммуникативная память исчезает, что после аварии прошло больше 30 лет, и эта травма проявляется в трех формах. Она либо признается, отрицается или вовсе не осознается. Признающие травмы сообщают о долгосрочном влиянии радиации на их собственное здоровье, здоровье близких, здоровье знакомых. Другие также выражают чувство несправедливости и обеспокоенности из-за того, что их города лишают статусов чернобыльских статусов. Соответственно, происходит сокращение соответствующих выплат. А некоторые выражают и вовсе отчаяние из-за недостатка внимания к ним как пострадавшим и в разговорах в интервью их нарративы выглядели как крик о помощи, как крик души. Те, кто отрицают травму, катастрофы, они считают, что все в порядке, что радиации нет и когда их расспрашивают о аварии, они выражают обеспокоенность и даже раздражительность из-за излишнего внимания к ним как жителям территории зараженных радиаций. С этой точки зрения, с позиции Олейды Асман, они как раз используют блокировку, чтобы дистанцировать себя от аварии, от событий прошлого. Ну и между названными типами есть еще промежуточный, это латентная травма, травма не осознается, воздействие радиации не понимается или вовсе отрицается, но в то же время наши респонденты так или иначе прибегали к различным способам защиты от радиационного воздействия. Нужно сказать, что и те, кто отрицает, не осознает радиационные риски, те, кто их признает, они в любом случае удовлетворяют потребности безопасности, реализуя практики, рутеизируя их таким образом, чтобы они были вписаны в повседневность. То есть, как писал Гидденс, укращая и обуздывая практики подсознательной напряженности, которые начали поработили бы людей. Посредством рутинизации радиационного риска люди повышают доверие к повседневности и оба типа доверия, которые упоминает Гидденс, доверие к людям и доверие к системам, они оба присутствовали в нарративах респондентов. Прежде всего, это проявление чьей-то заботы радиационной безопасности, когда другой человек чувствует безопасность в результате доверие к экспертной системе, потому что этот тип доверия порождает допустимость риска, его приемлемость, его вписанность и возможность вписывания в повседневность. И хотя респонденты верят в декларируемые улучшения ситуации, на индивидуальном уровне они все же стараются обезопасить себя от радиационных рисков. Но дело в том, что информация не может дать однозначную уверенность в том, насколько влияние радиации проявляется. И поэтому доверие характеризуется двойственностью, когда одновременно проявляется и скептицизм, и почтение к знанию о радиационном влиянии. Вот в приведенном примере отчетливо видно, что несмотря на обладание информацией об улучшении радиационной обстановки, респондент все равно проверяет продукты питания на уровень радиации. И таким образом он это делает, причем в том числе потому, что так принято, потому что такова традиция семьи, но в том числе и потому, что возможно есть какая-то вероятность радиационного риска. Таким образом он не может исключать возможность полностью риска, иначе это было бы экстремальной практикой по Гидденсу. В то же время он выражает почтение, показывая, что официальная версия системы ему знакома и вполне усвоена. С позиции концепции астма вот эти примеры говорят о том, что латентна травма, о том, что она может замалчиваться. И с другой стороны это говорит об индивидуальной терапии травмы. В свою очередь для того, чтобы травматическая связь между поколением была прервана, индивидуальной терапии травмы, согласно Леди Астман, недостаточно. И с ее позиции важно, чтобы факт травмы был признан не только на индивидуальном уровне, но и присутствовал в общественном и политическом дискурсе. И в качестве выводов хотелось бы отметить, что несмотря на ослабление культурной и коммуникативной памяти об аварии более чем 30-летней давности отголоски катастрофы до сих пор определяют условия жизни людей на этих территориях, последствия радиационного риска при этом осмысляются в контексте индивидуального, причиненного ущерба здоровья и повседневным привычкам в противовес коллективному ущербу. Восприятие радиационных рисков имеет травматическую основу, где в случае отрицания происходит замалчивание травмы и ее латентное проявление, а в случае признания активное управление радиационными рисками. И хотя люди разными способами обеспечивают металлогическую безопасность, как через отрицание, так и через признание рисков, тем не менее опыт пережитой радиационной катастрофы остается для них весьма травматичным. Спасибо за внимание. Спасибо, коллеги. Хочу особо отметить, что вам удалось очень четко соблюсти наш тайминг. Сейчас я, наверное, тогда раз у нас есть две минуты, дам возможность присутствующим задать короткие вопросы на понимание, и вы сможете дать короткие ответы. Прошу, коллеги, есть ли такие вопросы. Если их нет, то я с удовольствием предоставлю слово нашему дискуссанту. Это Кирилл Андреевич и Александр Александрович, которые тоже здесь могут. Наверное, первый Кирилл Андреевич. Давайте я несколько слов скажу, потому что тематика, она, не слышно, да, нормально, безусловно, очень интересная, важная, и я хотел бы благодарить вас за исследования, в целом, интересные первичные результаты получены, и в целом, наверное, с одной стороны, что интересно, то, что полученные вами результаты в целом соответствуют тому, что было получено другими исследователями, потому что тематика Чернобыля изучалась многократно, да, но, наверное, вот ваши исследования, это последнее, что я видел. До этого работа, ну, несколько похожая на вашу, была проведена, по-моему, в начале нулевых, там, 2003-2004, году, там тоже анализировались интервью, оффлайновые интервью, были, там, Чернигов, Брянск, и какой-то еще регион были взяты интервью, и как раз это то, чего не хватило, то есть не хватило вписанности вот вашего исследования в того, что было сделано до этого, да, потому что возможно, возможно, это позволило бы выявить какие-то, ну, дополнительные сюжеты при интерпретации вот полученных результатов, и, может быть, даже при проведении данных, потому что мне показалось, что вот этот концепт памяти и концепт травмы, он, в принципе, показывает, да, что, с одной стороны, травма по-прежнему, ну, она есть, да, что память, да, видимо, угасает, да, но вполне возможно, что вот эта чернобыльская катастрофа, да, может быть, она начинает какую-то выполнять другую роль, да, ну, как идея, которая требовала бы проверки, да, не играет ли роль вот эта катастрофа как некоторое оправдание текущему состоянию, да, как что-то, к чему обращаются жители, да, в объяснении каких-то своих, может быть, жизненных неудач и прочее, да, потому что мы знаем, что до сих пор, это из современных российских исследований, что, например, распад Советского Союза до сих пор некоторыми воспринимается, да, как что-то, да, что оправдывает, там, какое-то там собственное положение или неуспех в собственной жизни, да, а как мы знаем, специфика Чернобыль состояла в том, что он произошел именно тогда, когда происходил слом Советского Союза, да, и часто эффекты Чернобыля, они неотделимы от вот экономических проблем, которые сопровождаются ждали всю страну в целом вот в конце 80-х годов и в начале 90-х годов, и было бы интересно посмотреть, как вот в этих нарративах, может быть, у них это есть, да, как в целом вообще воспринимается вот то время, да, то есть, если там в этом времени что-то помимо Чернобыля, да, и как вот это вот переплетается, вот тот момент, который происходил с страной вот в конце 80-х год, то есть, и не произошло ли, вот мне это интересно, произошло ли в сознании вот этих информантов спаивания, да, вот сниклое сливание одновременно и Чернобыля, и распада Советского Союза, или все-таки это две разные истории, да, которым, и которым могут оперировать информанты в зависимости от там обсуждаемого сюжета и прочего, и вот просто вот это один из тех сюжетов, который обсуждался в предшествующих исследования, было бы интересно, если бы такие предположения у вас были, да, но вы не сделали, но может быть, это как некоторые идеи на будущее, да, да, и, ну, концепция Гидденса про онтологическую безопасность и про доверие, она, конечно, хороша, да, но она немножко очень такая, она абстрактная, и попытки применить ее для конкретного кейса, это, ну, всегда, безусловно, это хорошо, да, такая попытка, но мне кажется, здесь, опять же, пропущены какие-то звенья, мы, хотя, конечно, находимся в русле качественного исследования, но, может быть, формировки каких-то более четких предположений вам бы помогло, ну, в направлении вот самого исследования, потому что само по себе доверие, это тоже очень такая многомерная штука, и вы это тоже показываете, но вы к этому приходите уже постфактум, в ходе анализа самих интервью, может быть, бы на привлечение дополнительных, там, сюжетов, связанных с изучением доверия, вам бы тоже помогло по интерпретации полученных результатов. Вот, наверное, я закончу, да, мне кажется, что это очень важное, хорошее исследование, и хорошо, что вы эти данные собрали, да, потому что вы дальше к ним можете обращаться, да, вот, ну, и, наверное, последнее, традиционно методологические замечания, не тоже замечания, пожелания, а, понятно, что вы проводили в период пандемии, да, и вот наличие вот этого средства, при помощи которого вы собрали интервью, не могло ли это повлиять на результаты, то есть, как оставлю это, как открытый вопрос, не отвечайте, но вы понимаете, да, что сбор именно через средства коммуникации виртуальные, Zoom, Skype и прочее, не могло ли это каким-то образом сместить полученные результаты, то есть, возможно, что какой-то пласт мнения оказался в принципе не взят, это у тех людей, которые, ну, не имеют доступа к этим средствам коммуникации, в принципе, да, вот, то есть, может быть, именно там память о Чернобыле оказалась еще более яркой, то есть, у этих нет, а у тех, кто оказался, я предлагаю, там, менее благополучные ситуации, более депривированном состоянии, они не очень включены в совмян информационном диске, и, возможно, там травма в Чернобыле оказалась еще сильнее, а вы это не заметили на силу того, что, ну, были ограничены в тех формах получения доступа к информантам, которые у вас были, да, вот, ну, тем, конечно, спасибо за хорошее исследование, и вам удачи в продолжении его. Спасибо большое. Спасибо, Кирилл Ильич, большое спасибо. Сейчас, подожди, я спрошу, Александр Александрович, вызов не планирует сейчас, да, как-то будет. Ну, у меня, на самом деле, тоже, да, было, на самом деле, это был мой первый основной вопрос, что, когда обсуждалась травма, и вместе с методом, да, то кажется, что этот метод сбора данных не совсем бы помог бы собрать именно вот эту информацию, а второе, скорее, может быть, как, не знаю, как пожелание, как предложение, может быть, будет неплохо перевести это исследование в количественную плоскость, потому что, ну, в таком виде исследовать недоверие дало хорошую гипотезу, но мне кажется, что еще пока не совсем понятно действительно, как это распространено, и, может быть, если будет возможность провести либо опрос, либо опросные или факторные эксперименты для исследования непосредственно суждений, а в катастрофе то было бы еще лучше, вот. Спасибо, спасибо, Александр Иванович. Спасибо. Мы можем отреагировать? Простите, что вы сказали? Мы можем отреагировать или уже все? Если очень коротко, когда мы немножко сейчас уже вышли на три минуты за пределы, ну, можно, да, если коротко что-то сказать, конечно, но в конце, я надеюсь, останется несколько минут для такой более общей инскульсии. Прошу. Да, спасибо огромное. Ну, вот был вопрос по поводу того, насколько люди связывают традиционную катастрофу и ее последствия с их жизнью, я так понимаю, с их условиями нынешнего существования, именно не винят ли они катастрофой, насколько она значима. Но здесь вот надо сказать, что первое, что в памяти всплывает, это другие исторические какие-то события, которые являются для них более такими формирующими, да, для их жизни. то есть это может быть история возникновения города, да, или это какие-то традиции, связанные с городом. Но радиационная катастрофа, она вспоминалась уже в каком-то таком не первом далеко, не первое, да, что они вспоминали, к сожалению. Вот. И спасибо большое за ваши комментарии. Действительно, ограничение исследования это метод. Естественно, мы будем продолжать другие использовать варианты исследования этой темы дальше. Спасибо еще раз. Спасибо. Спасибо за интересный доклад. Спасибо вам. Спасибо нашим дискусантам. Спасибо, коллеги. Наверное, нам пора переходить к следующему докладу. Я надеюсь, что вы от прежнего увидите нашу программу. Это доклад, посвященный коронакризису как фактор социокультурных изменений. И докладчик, как я вижу, Елена Никишина присутствует, да? Добрый день. Да, добрый день, уважаемые коллеги. Прошу вас, да, и прошу помнить о рекламенте. Спасибо. Да, 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 конечно, сейчас запускается. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Елена Никишина. Я представляю экономический факультет МГУ и Института национальных проектов. Сегодня я хотела поговорить о коронакризисе как факторе социокультурных изменений. И прежде всего хотела сказать, что то, о чем я буду сегодня рассказывать, это то, что получилось выявить на основе результатов исследований, проведенных Институтом национальных проектов и российской венчурной компании, исследований, которые были проведены в 2018 году и в 2020 году. Сначала несколько слов о мотивации исследования. Как известно и как стало широко известно за последние 10-20 лет, культура именно ценности и установки имеют значение. Они влияют на экономические показатели, на специфику инновационного развития, специфику экономического роста, качество институтов и прочее. В последние десятилетия появились исследования, которые говорят именно о причинно-связанной связи между культурой и социально-экономическими факторами. В то же время мы все прекрасно понимаем, что культура это вещь достаточно инертная и тоже множество исследований показывает, что есть нормы, ценности, которые передаются практически неизменными от поколения к поколению и сохраняются неизменными на протяжении десятилетий, иногда и столетий. В то же время есть исследования, которые показывают, что шоковые события, экономические или шоки, геополитические шоки, эпидемии и так далее может приводить к резким изменениям в ценностях и установках. Учитывая, что COVID-19, локдаун, резкое снижение доходов, изменение образа жизни, с которым столкнулось большое количество людей по всему миру, эти события, можно предположить, что повлияли на специфику ценностей и установок. Соответственно, учитывая, что культура имеет значение, учитывая, что COVID-19 как шок мог привести к этим изменениям, возникает вопрос, действительно ли произошли изменения, если произошли, то где именно. Что известно из литературы? Известно, что ряд экономических шоков может приводить к изменениям в предпочтениях людей и в спросе на больше или меньше вмешательства государства в экономическую жизнь и на спрос к перераспределению в частности. Исследование, наверное, самое известное по этой теме, исследование Джулиана Спиленберга показало, что Великая депрессия привела к тому, что у населения, особенно это коснулось людей в возрасте 18-30 лет, у этих людей возрос спрос на перераспределение, возрос уровень патернализма, спрос на государство помогающие, а также возросло ожидание, что успех в жизни зависит в меньшей степени от усилий собственных, а в большей степени от удачи. Это мы знаем про экономику. Что мы знаем про влияние пандемии? Испанка оказалась, что привела к снижению межличностного доверия, к снижению доверия между отдельными людьми. Вирус Эбола привел к тому, что возникло дополнительное предубеждение у населения в отношении к иммигрантам из африканских стран. Это исследование было сделано в Италии, и мы это видим по этому исследованию, но в то же время есть свидетельство того, что возросла конфронтация в Африке между разными этапами. Что еще известно? Известно, что, например, недавний птичий грипп способствовал тому, что население консолидировалось вокруг флага, как говорят, росло институциональное доверие, потому что население помогало, что государство является ключевым фактором, помогающим бороться с эпидемией. Другое важное исследование, о котором хочется сказать отдельно, это исследование всемирной средней ценности, проведенное в 24 странах в период пандемии. Оно уникально тем, что дважды опросили одних и тех же людей до пандемии после пандемии, оно тоже показало, что существуют изменения в ценных, в частности, в ходе пандемии возрос спрос на равенство доходов, в частности, и что особенно важно, возрос спрос на равенство доходов у молодой когорты в возрасте 18-35 лет. Что из этого следует? Из этого следует, что можно, по крайней мере, сформулировать гипотезу для России, потому что исследование всемирной средней ценности, там было 24 страны, России там не было, интересно, что в России. Можно предположить, что пандемия привела к снижению межличественного доверия, к росту инстинкционального доверия, росту патернализма, росту избегания неопределенности и к росту спроса на новые технологии, как что-то такое, что позволяет избежать личных контактов между людьми. Как мы проводили исследование, что лежит в основе результатов? В основе результатов лежат социологические опросы по репрезентативным выборкам, репрезентативные по полу, возрасту, размеру населенного пункта и образованию. Это была серия из опросов на региональном уровне и на всероссийском уровне. На региональном уровне в Москве был проведен опрос дважды в 2018-2020 году. Выборка региональная 600 человек, выборка для России 2000 человек. Мы смотрели прежде всего на то, как изменялись ценности доверия, патернализм, индивидуализм, отношение к неопределенным ситуациям, отношение к новым технологиям, отношение к предпринимательству. Для того, чтобы проверить, что эффекты устойчивы, мы использовали регрессионный анализ, контролируя основные социально-демографические факторы и дополнительно используя переменную года опроса, который позволял определить, действительно ли есть значимые изменения от года к году. На этом слайде вы видите некоторые дескриптивные статистики, графики основных изменений. Сверху в толпцах отображены изменения ценностей в Москве, а в линии обозначено изменения на общероссийской выборке. Всюду синий цвет означает 2018 год, а красный цвет означает 2020 год, что видно. Невооруженным взглядом видно, что изменилось отношение к неопределенным ситуациям. Это первая группа столбцов. Люди стали больше избегать неопределенной ситуации и стали полагать, что они реже приносят новые возможности, что очевидно. Далее, третья группа столбцов и в Москве, и на российском уровне вырос спрос на государство, которое бы заботилось о человеке. В меньшей степени люди требуют, чтобы государство предоставляло всем равные права, а в большей степени, чтобы осуществляло заботу. При этом видно, что практически не изменилось показатели обобщенного доверия, практически не изменилось уровень индивидуализма, того, насколько человек склонен поступать по-своему, даже понимая, что его поведение может привести к недовольству окружения. Вот эти показатели не изменились. Что касается Москвы, то здесь на московской выборке мы дважды задавали вопрос об инвестициональном доверии, мы таки не задавали вопрос на российском уровне, но в Москве смогли тоже отследить изменения. Что получилось? Получилось, что в 2020 году произошло незначительное изменение к доверию правительству, оно оказалось статистически значимым при контроле на социально-демографических показателях на 5-процентном уровне, а доверие региональным властям и муниципальным властям достаточно сильные, более чем на 10% пунктов в каждом случае, и этот показатель оказался статистически значим на 1% уровне уже. И еще несколько результатов уже на основе регрессионных таблиц. Что можно сказать? Что уже если проводить аккуратную проверку гипотез, видно, что на российском уровне в период пандемии произошло снижение готовности принимать неопределенные ситуации, то есть произошел рост избегания неопределенности, произошел рост спроса на государство, помогающий рост патернализма, произошло снижение готовности открывать новый бизнес и снижение готовности считать, что предпринимательство это хороший карьерный выбор. В то же время мы понимаем, что не изменилось отношение к показателю обобщенного доверия, не изменилось показателю индивидуализма и коллективизма, что нас удивило, то, что не изменилось отношение к новым технологиям, практически ко всем, не изменилось отношение к технологиям, репетизированным технологиям, технологиям предполагающим использование искусственного интеллекта. Это у нас был общий вопрос, здесь отзначенных различий нет. Мы также спрашивали, люди сказали, лучше или хуже относиться, например, к технологиям телемедицины, к использованию дронов в качестве инструментов доставки товаров и так далее. Но много было таких вопросов. Единственная технология, по которой произошло не улучшение, а ухудшение отношений, эта технология оказалась имплантация чипа, которая позволила бы человеку улучшить его слух. То есть в этом плане гипотеза о том, что отношение к технологиям улучшилось, пандемия, она не подтвердилась. Перехожу к выводу. Что показал анализ? Анализ показал, что действительно за период пандемии произошло снижение, произошло изменение ценностей установок, а в частности произошел рост избегания неопределенности, рост патернализма, снижение позитивного отношения к предпринимательству как карьере. При этом, что важно для России, особенно то, что произошло, мы не видим резкого снижения доверия. Это хороший знак, потому что знаем, что доверие – это важный фактор экономического развития. В то же время важное замечание состоит в том, что в Москве мы видим снижение национального доверия. Это потенциальный вызов для властей, что делать, чтобы стимулировать возвращение доверия на докризисный уровень и стимулирование дальнейшего роста. В то же время мы понимаем, что растет патернализм, и, вероятно, в ближайшее время будет продолжаться рост спроса на пособия, на государство поддерживающее, и эти тенденции сохранятся. И что особенно важно, особенно учитывая исследования всемирного соединения ценностей, и то, что мы видим, что у нас тоже в России идет рост патернализма, то, что, видимо, перспективно проводить дальнейшие исследования, направленные на возрастную когорту в возрасте 18-24 года, чтобы понять, как меняются их ценности, насколько в этой возрастной группе растет спрос на перераспределение и какие-то другие изменения, потому что это, может, важно для социально-экономичных. На этом у меня все. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Ленка. Спасибо. Красный тайм. У нас есть время для короткой минуты сессии вопросов на понимание. Коротких ответов. Можно я спрошу? Конечно, Александр Александрович. Скажите, пожалуйста, а не могли бы вы сказать, по каким шкалам измерялись зависимые перемены? Потому что в зависимости от того, на каких размерах, будет очень отличаться понимание того, какой был эффект. Поскольку вы показали значение, а не эффект, это достаточно трудно проинтерпретировать. Спасибо большое за вопрос. Вопросы, как было устроено? Были вопросы о дихотомии, которые я как раз показывала. Например, как люди относятся, что должно делать государство? Государство должно предоставлять всем равные права или должно заботиться о каждом человеке? Это такой тип вопросов был. Вопрос об обобщенном доверии. Он традиционный. Вы считаете, можно доверять людям в целом или следует быть осторожным, иметь дело с другими людьми. Он тоже дихотомичный. Когда мы говорим про инциональное доверие, то здесь шкала тоже аналогичная международным методикам из четырех. Полностью доверяю, скорее доверяю, скорее не доверяю и полностью не доверяю. То есть здесь то, что я показывала на графиках, видно, что в этих дихотомичных вопросах достаточно большие изменения. И при регрессионном анализе скорее здесь для нас важно, что это значимый эффект, что именно статистически значимый эффект, учитывая прочие факторы, прежде всего социально-демографические, мы видим, что направление изменения увеличилось или уменьшилось и насколько это статус значимый, а не просто это некоторая ошибка, которая может возникать в ходе количественных исследований. Можно я выточню? Лена Николаевна, лично об этом пришла. Не о том, что вы интересуетесь значением, статистической значимости, а о том, что размер эффекта нам неизвестен. То есть вы не указываете? А, да, да, да. Нет, конечно, нет, потому что мы даже не знаем, что это коронавирус или просто изменения какие-то параллельные шли. Просто мы предполагаем, что это может быть связано с изменением. Чтобы это не расходилось со временными правилами. Ну, не важно. Хорошо, спасибо. Есть еще вопрос? А, да, да. Извините, можно я чуть-чуть еще добавлю? Я просто поясню, почему просто проценты для меня здесь, по крайней мере, не дают полной информации, да, потому что, смотрите, проценты же, они не контролируют различия в выборках, да. То есть мы можем здесь столкнуться с парадоксом Симпсона, по-моему, да, что в итоге мы получаем, что проценты на самом деле объясняются какой-то другой переменой. Поэтому регрессия здесь, конечно, куда важнее, потому что там есть учет контролей. Но там непонятно было, откуда значимости редко дают нам хоть какую-то хорошую информацию, да. Или там, например, современная психологическая ассоциация, современная статистическая ассоциация, американская, да, они просто отказываются от напрямую использования статистической значимости как показателя хоть чего-то, кроме того, да, что мы говорим, что эти цифры могли получиться не случайным образом. Ну и то, на самом деле, это не совсем точная интерпретация. Да, да, ну, тем не менее. Я думаю, что мы перешли, собственно, к выступлению. Да, спасибо. Прошу вас, Александр Александрович, давайте уже тогда продолжим. Дискуссанта потом дадим тебе Андрею Вячеславу. То есть сейчас дискуссант выступает, Александр Близов, прошу. Да, спасибо большое за доклад, он очень классный, тема, конечно, да, отличная, там очень много, что хорошего есть. Правда, здесь, что интересно, да, ваши результаты, насколько я понимаю, немножко различаются с результатами других исследований, которые проводились как раз про институциональное доверие, потому что я помню доклад Екатерины Шульман по институциональному доверию после коронавируса, и там, по-моему, доверие повысилось везде, кроме доверия институту президентства, что достаточно интересно и клево, да, почему у вас произошли различия, потому что и тут, и тут были репрезентативные выборки, поэтому интересно, ну, знакомы ли вы с этим докладом, и есть ли у вас какая-то интерпретация у самой, почему это произошло, может, у вас особенности вопросов были или особенности там проблем были какого-то, в том, как они концептуализировали или исследовали это, вот. Помимо этого, еще мне очень нравится, ну, поскольку мы здесь социологи в основе, да, вот вы очень клево договоритесь, культура имеет значение, и это как раз то, да, чем мы в основе всю жизнь занимаемся, и очень классно, что экономисты потихонечку тоже приходят к этой мысли, вот. Вот, и по поводу того, у меня есть еще в качестве дискуссанта есть вопрос, будете ли вы как-то дальше это продолжать, или что вы вообще планируете дальше делать с этим исследованием, вот. Спасибо большое, я могу отреагировать, или второй дискуссанта? Конечно, конечно, и потом, как я, Кирилл Андреевич, если. Спасибо большое за вопросы по поводу различий с результатами другими в связи с инстинкциональным доверием. Тут могу сослаться на международные исследования, которые тоже обсуждались несколько месяцев назад осенью, и исследования показывали, что вот эти вот изменения в инстинкциональном доверии в разных странах тоже происходили, и они в начале, как правило, доверие инстинкциональное росло, когда только вводился локдаун, и когда люди действительно концентрировались, объединялись вокруг флага, когда государство имело важное значение. А дальше, в зависимости от эффективности мер правительства государства, могло расходиться вот эти изменения в разные страны. И коллеги из Италии, если я правильно помню, они как раз показывали, что вот на первой стадии происходил рост доверия, а потом происходило снижение или рост в зависимости от степени эффективности. Возможно, мы просто поймали разные точки. Наш опрос был в июле 2020 года, поэтому, возможно, с этим связано. Что касается того, что можно делать дальше, но здесь это скорее для нас пока пища для размышлений, потому что мы понимаем, что мы как экономисты, что с этим просто нужно работать. И понимая, что как изменились ценности людей в разных когортах, это может быть пища для размышлений, для проектирования института в том числе и для проектирования мер, потому что это определяет спрос, специфику спроса. Поэтому здесь можно и улучшать методы анализа, безусловно, здесь со всем соглашусь. Но именно практическая применимость, она такая, что с этим можно дальше делать на практике, понимая запросы людей. Спасибо. Спасибо большое. И можно тогда, если позволите, вот опять же, в этом дискуссанте дам небольшую хотя бы рекомендацию. Очень неплохо было бы, если бы вы бы хотя бы постфактум сделали анализ статистической мощности, чтобы было понятно, все-таки, насколько далеко мы имеем право доинтерпретировать эти штуки, потому что там есть очень, у меня, по крайней мере, есть очень серьезные вопросы к эффектам. Потому что мне кажется, что эффекты достаточно маленькие, а статистическая мощность может быть объяснена немаленькой выборкой. При которой значимую штуку. Если вы добавите стат-мощность, конечно, понятно, что постфактум статистическая мощность ничего не добавляет новой информации, но это хорошая репрезентация, станет чуть более понятно. И хорошо будет, если вы переведете это в какой-то классический размер эффектов, либо там корновские, либо там регрессионные, но какие-то такие, чтобы было очень хорошо понимать, какой же там был именно размер эффекта. Вот. На этом у меня все. Спасибо большое. Теперь Кирилл Андреевич. Ну, я не буду занимать время, я хотел просто поблагодарить авторов за интересные исследования, да, и надеюсь, что вы продолжите эту тему, да. И единственное, что у меня возникло, ну, не то что в качестве замечания, в качестве дискуссии, то, что, конечно, замер у вас практически два года с момента первой вал не произошел, да. И понятно, что с момента за два года могло произойти много чего помимо коронавируса, да. И вы, то, что вы, по-моему, не в самом выступлении, а в конце вы оговорились, это ровно то, о чем я, на чем хотел поставить внимание, то, что на самом деле это не доказано, что это именно эффект коронавируса, а не чего-то либо еще, да. И если мы говорим там про некоторые индикаторы, там, например, про ведение бизнеса или там про доверие, мы в целом, если память не изменяет, последние исследования показывают, что в целом если даже абстрагируется от коронавируса, имеется тренд на снижение доверия по отношению к институтам и, по крайней мере, то, что касается, вот вы говорили про молодежь, да, что касается молодежи, которая считает, что наша страна пригодна для жизни, условно говоря, да, то есть есть некоторый тренд, и он подтверждается там и данными и по эмиграции и все прочее, о том, что вот некое, меняется вот это самое восприятие, да, меняется восприятие уровня жизни, восприятие возможностей в стране, да. И в этом смысле то снижение, которое, оно статистически выглядит, да, что, да, снижение было за два года, да, но какая часть этого снижения вызвана, собственно, коронавирусом и какими-то процессами, которые запущены и так и так происходят, да. Если бы у вас это было какое-то трендовое исследование, это было бы там пятая волна из пяти имеющихся, да, там можно было как бы хотя бы косвенно как-то оценить, да, что есть тренд на снижение, и вот это некоторый дополнительный вклад к коронавирусу, но по двум точкам, конечно, это сделать проблематично, да. Но вы как бы уже из выступления, вижу, вполне осознаете эти ограничения, просто, ну, может быть, что-то еще с текущими данными можно сделать, но все это в рамках дискуссии, потому что, ну, вот данные, они показывают ровно то, что вы можете сделать, поэтому, ну, спасибо, я не буду больше занимать время, вам удачи в дальнейших исследованиях, спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое, спасибо Елене Николаевне, спасибо нашим дискусантам, и сейчас я, да, в сложной ситуации, я перенесу Рома Георгиевичу Калинину, мы с ним с авторой здесь, ну, я уверена, что он будет строго соблюдать регламент, мы тоже расскажем, ну, тоже у нас крайне количество данных о том, что детерминирует восприятие распределения во время эпидемии. Прошу, прошу Рома Георгиевичу, спасибо. Включите, пожалуйста, микрофон, потому что вас не слышно. Спасибо, что вы меня предупредили. Здравствуйте, коллеги, мы продолжим говорить про восприятие желаемого равенства и справедливости распределения ресурсов во время эпидемии. По разным оценкам опросных компаний от трети до половины россиян не знают, собственно, большую часть налогов, которые они платят. Но при этом с начала пандемии в прошлом году в России и других странах обострились дискуссии по поводу того, кому государство должно помогать пережить кризис, да, при помощи денег, собранных с налогов, вот, а кто обойдется и так. Вот, и, собственно, в момент, понятно, что в момент кризиса естественным образом обострились вот эти споры о справедливости распределения ресурсов. Да, но с одной стороны, то есть даже с одной стороны, вероятно, не так много тем, о которых договориться сложнее, чем о справедливости, а с другой стороны, несмотря на всю сложность современных систем перераспределения ресурсов, да, на разных уровнях социального взаимодействия, люди обычно довольно быстро принимают решение о том, справедливы ли принятые меры и, там, обещаемая выплата от государства или нет. Да, то есть, несмотря на всю сложность, но, как бы, я когда увижу, узнаю, да, несправедливость. И вот основной мотивацией нашей работы была попытка объяснение того, при каких условиях и какие распределения ресурсов обычные люди считают справедливыми, да, вот какие социальные нормы актуализируются в момент суждения и так далее. Есть много дискуссий по этому поводу, там, какие факторы влияют на суждение о дистрибутивной справедливости, больше индивидуальная, то есть какая-то чувствительность справедливости, да, идеологические предпочтения, левую политику предпочитает, ну, скажем, правую человек, или, как бы, ситуационные, да, то есть какие-то внешние и социальные. Нас, как социологов, больше интересуют последние. Какова, ну, какова сама ситуация распределения, да, какие отношения между участниками, да, какая там динамика. И, ну, вместе с этим нас интересует также и свойство самого ресурса, который распределяется, распределяется, будь ли это деньги, будь ли это какие-нибудь там другие блага, медицинские, значит, благо ресурсы, и как сам, как свойство, свойство самих ресурсов, которые распределяются, влияют на то, будут ли люди считать само распределение справедливыми или несправедливыми, да. И, как бы, за отправную точку мы взяли ряд теорий, да, или теоретических моделей, некоторые из которых помогали объяснять восприятие справедливости, распределение благ, да, вот. Но мы решили проверить их работоспособность и на распределении издержек. И первая теория, это теория социальных ресурсов, да, это такая теория обмена, которая при помощи свойств самих ресурсов объясняет каким-то способом, значит, вероятнее будет происходить обмен между участниками. И вот нас интересовала, больше всего интересовала часть этой теории, которая описывает такое свойство, как партикулярность, да, то есть это вот такая вертикальная, значит, вертикальная ось. То есть партикулярность – это зависимость качества ресурса от того, кто им обменивается, да. То есть деньги, как известно, не пахнут, да, мы можем обмениваться с ними, с кем угодно, вот, но людям часто не все равно, кто их парикмахер, и уж тем более, кто их любовник. То есть при увеличении партикулярности, как бы, ресурса, как бы, рецепент, он приобретает большее значение, да, и, ну, соответственно, чем больше партикулярность ресурса, тем вероятнее, что обе стороны получат от обмена какую-то выгоду, да, чем больше ты делишься любовью, например, тем больше ты, собственно, получаешь. Вот. Но обратная ситуация с деньгами, когда, собственно, отдал деньги, ты потерял деньги, да, игра с нулевой суммой. Вот. То есть когда круг обмена сужается, да, это преувеличение партикулярности, но обмен становится более выгодным. Вот. И вторые модели, они, как бы, связаны с взаимозависимостью и близостью, да, людей. То есть второй набор моделей, он объясняет, как бы, предпочтение компенсаторных норм распределения, да, с близостью и взаимозависимостью между участниками. То есть чем больше, чем больше близость либо взаимозависимость участников, тем более вероятен, как бы, компенсаторный обмен, да, когда, то есть довольно интуитивная идея, что чем социально ближе вам человек, тем больше хочется с ним делиться. Вот. Но в данном эксперименте мы больше сконцентрировались на взаимосвязи, на взаимозависимости между рецепентами, вот, оставив, значит, близость на будущее. Вот. И наши гипотезы, собственно, были следующими, да, что участники нашего исследования будут более склонны к компенсаторным распределениям в случаях, когда распределяются издержки в виде работы, нежели в виде денежных взносов, вот, при распределении, то есть также они будут более компенсаторными при распределении издержек между, когда распределение происходит между соседей, да, среди соседей, нежели среди жителей одного города, так как, ну, как бы, соседей, особенно во время эпидемии, более взаимозависимы. И от того, будет ли общее пространство у них, значит, безопасным, зависит безопасность жизни каждого человека. И, ну, и последняя, последняя наша гипотеза, это гипотеза взаимодействия этих двух, взаимодействия этих двух переменных, что, значит, партикулярность ресурса, да, будет усиливать склонность к компенсаторным распределениям, как бы, больше при распределении издержек между, среди соседей. В узком кругу, партикулярность ресурса, она будет, значит, заставлять всех делиться со всеми. Говорим про метод. Мы использовали экспериментальный метод, факторный опрос, да, с двумя основными переменами, про которые я говорил, да, то есть это тип, значит, тип негативных социальных ресурсов, да, то есть распределялись ли монетарные, то есть были ли, распределялись ли обязательно денежные взносы, да, в качестве таких более универсалистских ресурсов, вот, либо часы работы по дезинфекции общих пространств, да, в качестве более партикуляристских ресурсов. И другой независимый переменный был уровень социального взаимодействия, да, в котором мы персонализировали как распределение среди жителей города, да, то есть это такой очень макроуровень, и распределение среди соседей, да, мезоуровень, значит, люди друг друга знают, но не взаимодействуют постоянно. Вот так вот выглядел наш экспериментальный план, каждый участник исследования решал две задачи, две задачи на справедливое распределение, и был смешанный план, то есть каждый участник проходил, так сказать, строчку, да, одну, то есть человеку попадалась ситуация про соседей, да, и он решал эту ситуацию там и при, для распределения денег и для распределения работы, ну, и то же самое там для другим участникам случайным образом распределенным попадали, попадалось распределение на уровне города, и они, в общем, решали две задачи на распределение денег и, как бы, денежных взносов на распределение работают. Вот, ну, типа, по зависимой переменной, в качестве зависимой переменной мы использовали воспринимаемую справедливую долю издержек, которые должен заплатить участник распределения в более привилегированной позиции. Звучит многомрожденному, ну, простая идея, что, значит, более богатый будет оплатить больше, да, в случае монетарных издержек, или более молодой, более здоровый будет, работать больше, в случае рабочих издержек. А также мы спрашивали участников о, как бы, воспринимаемом проценте реципиентов, которые согласились бы с предложенным распределением, которое, собственно, они сами предложили. То есть мы их спрашиваем, вот ситуация, распределите справедливо издержки между вот этими людьми, и потом, как бы, спрашивали, как вы думаете, сколько, какой процент людей согласится с вашим распределением. И, ну, и также мы контролировали, как бы, в целях контроля использовали ряд переменных, отображающих индивидуальное различие между участниками распределения, такими, как вера в справедливый мир, насколько они верят, что мир справедлив, в принципе, и справедлив для них лично, да, в общем, полвозраст, доход и размеры населенного пункта, в котором живет вот, живет участник исследования. Вот. А было предположение, что, как бы, там, люди из более, какие городов, они более, ну, деревень, более компенсаторные. Мы набирали наших участников в коммерческой онлайн-панели, да, где возраст участников варьировался довольно сильно, да, что, как бы, что отличается от большинства исследований в области участниками, которых традиционно являются студенты. И половина у нас была женщина, половина мужчины, и проводили мы ее в мае 2020 года. Понимая, что это был такой первый пик, люди еще как бы еще не отошли, просто в шоках, да, у вас некоторые возможные эффекты, как бы говорить, такие интересные, они могли быть обусловлены, в общем, на самой ситуации. Вот, что, кстати, результатов, то ожидаемо более, больше 95% людей, как бы, посчитали, что люди в более привилегированной позиции должны платить либо столько же, либо больше, да, 73% сказали, что, ну, что они должны платить больше, чем 50%, то есть взять два человека, один бедный, другой богатый, богатый должен сплатить больше, чем 50%, да, 73%, значит, процента. Но были и, как бы, 5% людей, которые наказывали бедных за их бедность, да, стариков за их старость, вот, и, в общем, ну, и болельщик за их болезнь, да. То есть мы, возможно, возможно, это было, это были люди, которые не искренне отвечали на вопрос, но мы решили их не исключать, так как мы не знаем, возможно, действительно кто-то, кто-то верит в такие идеи. Тем не менее, результаты оказались, результаты оказались части такими, какими мы ожидали, да. Работу участники действительно распространяли более компенсаторно, что говорит, в пользу нашей гипотезы. Вот, а что касается уровня социального взаимодействия, то уровень социального взаимодействия, да, город или соседи, то этот фактор тоже оказался значимым, однако направление эффекта было обратным к тому, что предсказывала наша теоретическая модель взаимозависимости, да, и сдержки распределялись более компенсаторно среди жителей одного города, чем среди жителей одного двора. Мы распределяем на уровне города, всем городом распределяем, тогда мы больше помогаем, чем если бы мы распределяли издержки между соседей. Интересно, что результаты не изменились при контроле на индивидуальное различие, да, то есть ни один из признаков, ни один из индивидуальных признаков не показал никакого значимого влияния результаты, и результаты остались такими же, да. Затем, если вырезать вот этих вот, значит, людей, которые, вы видите, точки внизу, которые, ну, вероятно, отвечали не искренне или там просто кликали, значит, чтобы быстрее пройти анкету, тоже никак не влияет на результаты содержательно, то есть влияет только на размеры эффектов, да. Можно предположить, что это сыграл уровень абстракции, да, потому что... Нам нужно отдать. Ну, все, я закончу. Результаты. У меня уже, как бы, дискуссия, да, то есть можно предположить, что сыграл под ту уровень абстракции, да, на уровне идеи, там, выравнивать результат, нужно более привлекательно, вот, нежели когда тебе приходится отбирать конкретных людей и передавать другим, вот. Может быть, как предыдущий докладчик говорил, что патерналистская модель становится более популярной, когда при распределении занимается государство, чем когда мы как-то среди соседей все это распределяем. Вот, для любителей, значит, числа численных показателей. Отдельный слайд, к которому мы можем во время дискуссии вернуться, вот. Ну, и, как бы, в качестве выводов, да, в заключении можем сказать, что, собственно, теория ресурсов, похоже, подходит для объяснения, обыденных представлений о справедливости. Вот. Однако есть, как бы, некоторые ограничения в том, что с изменением партикулярности ресурса меняется, как бы, его и другие свойства, да, какие-то там, восполняемость, ну, и вообще, как бы, ситуация, собственно, меняется, там, сложно, сложно отделить, сложно их сделать полностью изолированными, да. Что касается модели взаимозависимости, похоже, у нее есть некоторые ограничения при объяснении, вот, восприятия справедливости, распределения издержек. Тем не менее, это всего лишь один эксперимент, его результаты необходимо реплицировать, а тем более, как бы, с такими неинтуитивными результатами, о чем мы собираемся заняться в ближайшее время. Елена, спасибо. Если есть какие-то дополнения, вопросы, мы с удовольствием можете. Спасибо. Ну, относительно вопросов, я уже не всем уверена, нам бы хорошо успеть предоставить слово дискутантам, и там уж посмотрим, что останется. Прошу вас, Александр Александрович Андреевич. Александр, хотите, вы начните, чтобы какую-то справедливость обеспечить баланс. Да, да, да. Да, хорошо. Ну, это действительно очень классное исследование, потому что проверять теорию справедливости и в факторных экспериментах, это, наверное, одно из самых, мне кажется, одно из самых лучших их использований, когда мы сталкиваем несколько теорий в рамках одного факторного эксперимента и можем увидеть, какая из них обладает больше или меньше объяснительной силой, да, и с учетом того, что вот эти многофакторные регрессии или оно позволяет нам еще напрямую проверить размер эффектов, да, то это, конечно, очень хорошо. Меня единственное, что, не знаю, нисколько смущает, наверное, насколько кажется, если честно, и вот здесь, может, вы меня поправите, коллеги не уверены, что в рамках одного эксперимента мы можем вообще даже предположить, что мы можем принять какую-то теорию или отвергнуть какую-то теорию, потому что может возникнуть столько объяснений, связанных непосредственно с самим дизайном виньетки, да, с тем, как мы подали историю, что там могут вмешаться другие факторы, о которых мы не совсем предполагали. Я просто объясню, почему, например, когда мы там занимаемся совместной, смежной областью, областью измен, мы там проводим около пяти или семи экспериментов, чтобы просто проверить похожие факторы, похожие теоретические объяснения, потому что кажется, что один эксперимент, это хорошо, и он даст нам какое-то предположение, но мне кажется, что мы не можем на основании него сказать что-то про теорию. Но я могу здесь ошибаться, потому что, если честно, это, кажется, слишком высокий для меня уровень, я не очень хорошо в этом разбираюсь. Если, мне кажется, не требует ответа, но еще требует ответа, спасибо за комментарий. Да, действительно, я об этом говорил, потому что вообще это первый эксперимент из серии планируемых экспериментов, да, просто нам интересно было проверить, как предварительно работает ли, работают ли вот эти теоретические модели, которые работают, как показалось, как многолетние исследования на распределении благ, да, работают ли они на распределении сдержек, вот, но, тем не менее, понятно, что повлиять могло что угодно, поэтому мы, как бы, сейчас будем реплицировать, реплицировать эти результаты, как бы, ну, уточнять, уточнять, возможно, вот эти интерпретации, вы говорите. То есть, теоретики могут только согласиться. А можно мне два слова добавить? Ну, опять же, тут скорее не предполагает ответ на вопрос, мне понравилось очень исследование, единственное, что смущает, коллеги, это слово «эпидемия» у вас в названии, потому что оно, можно здесь о разных вещах подумать одновременно, да, с одной стороны, вы проводили исследованный период эпидемии, и это, как вы справедливо отметили, могло повлиять каким-то образом на результаты, да, а, с другой стороны, я так понимаю, что ваш кейс, в контексте которого происходилось вот это вот распределение, он, там, сама ситуация описывалась как эпидемия, да, вот, соответственно, вот это вот взаимное влияние, потому что мы знаем, что мы проводим эксперименты, представьте себе, что у нас эпидемия, это исследование ровно успешно могло быть проведено 5-10 лет назад, когда никакой эпидемии не было, и, в принципе, валидность бы результатов бы не пострадала в этом смысле, да, или, наоборот, пострадала бы, я не знаю, то есть то, что все, вот, то есть, может быть, стоило бы обсудить этот вопрос, да, потому что часто очень вот эти вот экспериментальные ситуации, они действительно извлечены из нашего повседневного опыта, да, и мы спрашиваем там про ситуацию, там, приема на работу, да, про ситуации, которые происходят при взаимодействии, там, где-то в транспорте, да, то есть, с одной стороны, повседневный опыт, да, с другой стороны, не очень, и вот имеется влияние для этого результата или нет, это мог быть каким-то дополнительным фактором, если вы, как вы говорите, хотите потом воспроизвести этот эксперимент, да, может быть, это как-то попробовать проконтролировать в будущем, и второй момент, ну, не то чтобы он меня смущает, но его тоже, по крайней мере, стоило бы обсудить, вы, когда речь идет о распределении, справедливом распределении, когда вы говорите, что вот эти вот деньги, ну, их в равной степени взять со всех или там с богатых, да, вот какой-то такой у вас ситуации, да, то понятно, да, что те, кто обладает деньгами, их, может быть, можно сильнее наказывать, потому что у них больше денег, да, насколько ситуация, когда мы говорим о наказании молодых работы, да, это ситуация эквивалентна той, о которой мы говорили, ну, в контексте денег, да, вот потому что, ну, может, может случиться, да, что вот это вот, вы говорили в терминах, по-моему, привилегий, да, что привилегированность богатых, да, это не то же самое, что привилегированность молодых в контексте дополнительной работы, да, или какой-то работы, да, и, может быть, здесь, ну, об этом тоже стоит подумать или, по крайней мере, это как-то обговорить, да, потому что, ну, кто-то бы сказал бы, что самые привилегированные в контексте работы – это не молодые, а то, что мы говорим, там, там, мужчины трудоспособного возраста, и они не попадают, вот, строго говоря, в категорию молодых, да, я не знаю, как это влияет или влияют на меня потенциальные результаты, но я имею в виду, что некоторое различие по этим шкалам, возможно, связано с тем, что вот характер привилегированности здесь немножко разный, да, вот. Тем не менее, ну, это, опять же, повод продолжать исследования, изучать, мне кажется, что идея очень интересная. Вообще, мы знаем, что про распределение вознаграждения – это как больше мейнстрим в исследовании, да, распределение сдержек – это более интересная штука, и посмотреть, насколько симметричны или несимметричны здесь эффекты, да. Кажется, что нет, да, но если бы вы в сходной методологии бы позволили бы сделать, не взять другие исследования, а именно вот ваши же, да, но распределяет не, грубо говоря, там, не знаю, штрафы, наказания, да, а доплаты, да, то можно было бы лучше посмотреть вот это наличие или отсутствие вот этой симметрии в распределении сдержек и распределении вознаграждений. Это, опять же, штука возможна будущая. То есть исследование классное, с изящным и понятным дизайном, да, но здесь еще есть куда дальше двигаться вот с точки зрения вот этого комплекса. А исследование на русском проводилось? Это в нашем вайл-панеле? Да, да, да. Российском. Понятно, это уже так. Хорошо, спасибо. Спасибо. Ну, если мои ноты буквально есть, к этому уже вышли за рамки, Кирилл Андреевич, спасибо. По первому пункту, конечно, не случайно мы говорим об пандемии, потому что это умозрительный сценарий, экологическая валидность которого резко повысилась в момент проведения исследования. Другое дело, что справедливо и то, что это могло как-то, может быть, несколько сдвинуть, например, установки по отношению к централизованному перераспределению. Это требует обсуждения. По второму пункту тут у нас есть теоретическое расхождение с романом и о фильме, когда, так сказать, негативными ресурсами называют издержки, но это еще куда не шло. Это справедливо. Но, конечно, хуже, когда это называют наказанием, потому что наказания здесь, конечно, нет. В узком смысле слова это не об ад, не про какое-нибудь там литрустическое наказание. Это все-таки, да, это распределение издержек. Но понятно, что люди страдают, когда у них порой издержки. Это не наказание, потому что у них нет цели наказания. В этом смысле, конечно, можно сказать, что, да, издержки... Мы много чего знаем и были похожи к примеру про распределение благ, но с издержками тут, конечно, мы действительно мало чего знаем. Судя по всему, действительно что-то работает так же, как для благ при распределении издержек. Но и есть вот некоторые различия, которые нам предстоит уточнить и осмыслить. Спасибо за это замечание. Мы их, конечно, обдумаем. Коллеги, вот не знаю, мы вышли за пределы, так сказать, того, что нам разрешено, но если есть какие-то высказывания такие краткие, то, конечно, было бы интересно. На самом деле, после этой сессии большой перерыв, поэтому... Тогда, если есть какие-то соображения, высказывания и комментарии, мы с удовольствием, да, послушаем, может, реагируем, если это возможно, и если есть желание их высказать. Если можно, я совсем короткий вопрос задам. Просто в лаборатории один из магистральных проектов – это как раз «Справедливость». Это то, где мы с психологами нашли очень такой общий язык. И одна из вещей, в которых мы солидарны, это то, что у нас есть некоторая распределительная справедливость, которая касается результата какого угодно действия, в вашем случае, собственно, распределения ресурса. А есть процедурная справедливость – это второе измерение, которое определяет для респондента справедливость какой-то ситуации. То есть, например, кто принимает решения об этом распределении, какие правила, как оно регламентировано и так далее. Это понятное. Мне кажется, что как раз в эпоху пандемии очень интересно было бы посмотреть, меняется ли отношение к процедурной справедливости, становятся ли волюнтаристские решения более приемлемыми. В политологии есть как раз идея рели-раунда-флаг, о которой сегодня уже говорили. Интересно, что, возможно, раз уж вы фокусируетесь на то, как эпидемия влияет на восприятие справедливости, здесь можно было бы еще и процедурную ось ввести. Наверное, сразу мы ее не введем, это не реалистично все-таки, но, конечно, да, это как отдельное направление, это интересно, но мы все-таки изучаем восприятие требовательной справедливости и такую вот заброшенную область, как восприятие распределения издержек, то есть, конечно, да, но какие-то эффекты процедурные, как я уже сказала, наверное, нам, да, можно осмыслить, но вот с точки зрения сдвига общего, мы пытаемся объяснить, почему, по крайней мере, в одном эксперименте люди спокойнее относятся к распределению на уровне города, да, такому конденсаторному, одно из объяснений заключается в том, что это более анонимное, более централизованное перераспределение, может быть, распределение, может быть, люди воспринимают его как перераспределение, которое никого не обидит, про соседа-то я знаю, что он меньше работать будет, чем я, а про конкретного жителя города, который, так сказать, в результате будет работать больше, чем я, я, может быть, так сказать, не знаю, и он про меня не знает, так сказать, вызовет меньше социальный эффект, возможно, какой-то, ну, то есть, какие-то, как дополнительные объяснительные переменные, может быть, это возможно? Конечно, я тоже соглашусь. Мы имели в виду действительно бутинную справедливость. У меня, возможно, стоило бы. Каждый раз это повторяет, но исключительно для краткости решили называть справедливостью, когда мы говорим про распределение. Конечно, процедура справедливости очень интересная. Очень интересная алгоритма. Но для других исследований. Спасибо. Спасибо. Если больше нет комментариев, вопросов, то, наверное, мне остается выразить признательность нашим дискуссантам, нашим докладчикам. Очень интересные доклады. Чрезвычайно забежали на комментарии. По крайней мере, я точно из них много подчеркнула. И на Киус-докладчике тоже такие. Спасибо большое. Спасибо, что нашли возможность, время. И, в общем, действительно подготовили очень информативные доклады и комментарии. Спасибо. На этом, наверное, мы должны закончить нашу садику. Хотя и жалко, но спасибо. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok